Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хочется надеяться, что значительным шагом вперед здесь станет готовящийся в институте лингвистических исследований Академии наук словарь языка Ломоносова, где предполагается подробное описание латинской лексики писателя. Вместе с тем, феномен многоязычия Ломоносова заставляет особо внимательно относиться к проблеме взаимодействия различных языков, прежде всего, в художественных текстах. Не вызывает сомнения, что основы для исследования в этой области должны стать автопереводы Ломоносова, как с латыни на русский, так и с русского на латынь. Текстов в таких сохранилось немало, однако лишь один из них не связан с естественной научной деятельностью Ломоносова, а представляет собой в полной мере образец ораторской прозы. Это слово похвальное Елизавете Петровне, произнесенное на праздновании вошедствия императрицы на престол 26 ноября 1749 года. Слово это занимает особое место не только в творчестве Ломоносова, но и в истории русской словесности. Оно стало первой русской речью, произнесенной на торжественных собраниях Академии наук. До этого речи произносились только по-немецки, а французски и на латыни. И вместе с тем первым памятником русского светского красноречия. Особенности латинского перевода Ломоносова сам перевел текст на латынь, и они печатались в 1949 году параллельно. Особенности латинского перевода слова были подробно рассмотрены Боровским. Он отмечает и обилие правки, характеризующий перевод как авторский, и ее особенности. В целом, с замечаниями Боровского можно заключить, что перевод Ломоносова представлял собой приведение в большую строгость, не вполне оформленного и иногда излишне напыщенного русского текста, который, к тому же в некоторых местах, еще до перевода, обнаруживает русские выражения, являющиеся кальками с латинских. Со многими из наблюдений Боровского нельзя не согласиться, однако представляется, что возможности, представляемые с лечением двух текстов, этими наблюдениями не исчерпываются. И, во всяком случае, проблема взгляда на русский текст через оптику латинского остается открытой. Несколько наблюдений в этой области мне и хотелось бы представить вашему вниманию. Можно? Пожалуй, самой заметной особенностью произвещения русского и латинского текста оказывается то, как различные употребляют Соломоносовым форму превосходной степени. В русском тексте формы качественных, прилагательных и наречий употреблены 372 раза. Из них в превосходной степени лишь 65 раз. В латинском тексте 419 употребений, из них 236 в превосходной степени. Это видно на графике. Если можно, следующее. Это сопоставление будет еще более разительным, если учесть параметры частотности и сочетаемости. В русском тексте из 65 употреблений 45 приходится на 7 слов. Это премудрый, пресветный, прекрасный, преславный, всемилостейший, опустейший, благочестивейший. Можно следующий катер вывести. В принципе, сам перечень этих слов уже подсказывает, какую сочетаемость обладают эти слова и к чему они прилагаются. И действительно, если мы посмотрим следующий слайд, лишь 16 употреблений не выступают определениями к именованию монарха. То есть, подавляющее большинство в превосходной степени употребляется для характеристики монарха. Между тем, тематическая сочетаемость оставшихся в 16 случаях также ограничена. Это бог, Россия, деяния монарха, чувства подданных к монарху. И только два относятся к разряду прочего. Таким образом, если до латинского текста форма суперлатива представить стилистическим элементом, создающим в целом торжественное истеричие, то в русском превосходная степень – это избранное украшение высочайшего качества, которое достоинно быть приложено лишь к ограниченному кругу объектов, в первую очередь монарх по его деяниям и почитаниям. О том, насколько различные цели преследуют использование превосходной степени в русском и латинском текстах, говорит и передача соответствующих русских оборотов в латинском тексте. Из 65 употреблений суперлативом они переданы в 45 случаях. То есть в третьих случаях Ломоносов избирает другие возможности. Из этого наблюдения не следует, конечно, делать того вывода, что русский текст был менее торжественным, чем латинский. Общее для обоих текстов – обильное употребление тропов, фигур, риторическое построение слова в целом. Наконец, характерное для русского текста обилие славянских форм делало его, конечно, не менее торжественным, украшенным, чем латинскими. Однако набор средств в том и другом случае не мог не быть и не был одинаковым. Так, при общей параллельности употребляемых языковых оборотов с объяснимой вариативностью обусловленной различными струями языков, выделяется вступление к слову, где Ломоносов обильно использует, предоставляемый латинским украшенным синтаксисом, возможность разбивать главные члены предложения. При том, что расстояние между подлежащим и сказуемым в русском тексте не превышает 7 слов, для латинского расстояние 8 слов оказывается обычным, а в одном случае такое – до 72 слов. То есть подлежащее ставится в начале очень длинного периода, а сказуемое – в его конце. После вступления подобные изыски прекращаются, и дальше текст идет более-менее параллельно. К таким образом представляется, что взгляд на русский и латинский тексты как более украшенный и более простой вряд ли оправдан. Это подтверждается и тем, что наибольшая часть произведенных Ломоносовым замен связана с распространением русских конструкций, а не с их упрощением. Если можно дальше... Всего Ломоносовым была произведена 641 замена для сравнения список вариантов русского текста на считывание 61 вариантов. Из этих 641 случая 303 случая представляют собой распространение, усложнение, украшение русского текста в латинский. 187 случаев представляют собой равноценные аналоги, и лишь 151 случай относится к упрощению русских конструкций. Постараюсь наметить некоторые изгономерности этой правки. Прежде всего... Можно следующее? Ожидаемо, Ломоносов старается избегать прямой кальки русских выражений. Так друг за другом передается словами кандидата мультитуда, то есть вот шевленное множество. Землемерная наука, как терару морбис скиенсия, наука о земном шаре. Российские галеры, как теремос. И так далее. Некоторые выражения, пришедшие из славянской Гиблии, несмотря на наличие буквально соответствия в Вульгате, воспринимались по виду Ломоносовым как подчеркнутые славянизмы, что заставляло его употреблять иные выражения. В правке упрощающий русский текст надежно выделяется корпус оборотов, дающих мета-описание украшенной речи. Ломоносов посключает следующие два выражения. «Ревностными крылами мысли возлетаем», а также «Скорее голос мой ослабленный, язык притупится, и слово оскудеет, нежели подробную я благодеяние исчислят». А также проводит замены вационализирующего типа. Например, витиеватым сложением замыслов или пёстрым приложением речений превращается в эксквизитовый рбором леноцинио, то есть приисканным шумом слов. «Милосердие, которого изображение человеческое слово едва довольно быть может, превращается в мезорекорде, хвамнула, визги, кэнти, комплекта ботеста». «Милосердие, которому никакая сила слова не может соответствовать». И, наконец, хитросплетённые риторические сложения превращаются в «медитатаро» – продуманную речь. Однако, учитывая обилие украшающей правки в латинском тексте, вряд ли стоит напрямую связывать этот отказ от подчёркнутых указаний на украшенность речи со стремлением к простоте латинского слога. Более верно, мне кажется, следующее объяснение. «Выявление риторических особенностей похвального слова было необходимо в русском тексте, первому в процессе сочинения подобного рода на русском языке, но оказывалось излишним для латинского текста, где риторическая украшенность была очевидна любому заветному образованному читателю». Несмотря на все сделанные замечания, представляется, есть, может, следующий слайд, что наиболее ценный материал для разговора о художественном стиле Ломоносова даёт наиболее чётко выделяемый тип правки, использованные Ломоносовым. Почти треть случаев, как для украшающей, так и для украшающей правки русского текста, соответственно, 45 из 151 случаев, 99 из 303, представлено заменами, выражающимися в добавлении или исключении эпитетов, синонимов и простейших перефраз, но эпитеты в одну сторону изменения «верная любовь превращается в амор», в обратную сторону «меч» превращается в «конкессус гладиус». Синонима в «мыслях и сердцах» превращается в «эксанимис» и наоборот «пресветлый» в «иллюксисе ледниквы». И перефразы «мысленный взор» возвращается в «анимус», а «обозреть» передается выражением «окули субе хэр». Подобное обращение со словами и их значениями восходит к идее о том, что любое явление потенциально может быть описано бесконечным числом словесных выражений, которая под именем «копия верборум» была прочно введена в обеход школьного обучения в латыни и разум ватердамским. В конце XVII, в начале XVIII века одним из важнейших пособий, использовавшихся в школах на последнем этапе обучения, связанном с созданием собственных художественных текстов, в том числе и в Академию наук, среди студентов вместе с Ломоносовым и науком, 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 в латинской академии, служили словари, получившие общее родовое название градуса Парнасу, буквально лестница на Парнасу. Есть, может, следующую картинку. Структура статьи этих словарей строилась в общем виде так. Заколовочное слово, его перевод, потом перечни употребительных эпитетов и синонимов, включая перефразы, и примеры из авторов, употребляющих соответствующее слово. Здесь кружками выделены эпитеты, фразеологические обороты, а потом идут фразы, то есть примеры из авторов. Просто как для примера, внизу, это вот статья о хумерис, то есть плечи буквально, в русском тексту у Маносова было на рамена сварить, в латинском это превращается то есть женские, но между тем сильные плечи. Слово «фортис», как эпитет, находится в статье, сказали в НЕР. Собственно, употребление этих пособий и связанные с ними опыты создавали представление об украшенной речи, как речи, искусно использующие необычные именования привычных вещей за счет простейших средств, эпитетов, синонимов, простейших перефразов. Следует отметить, что среди пособий, купленных Ломаносовым в ливной учебе, в Германии было одно из переизданий до копии Верборума Разма. Один из словарей типа «Градус Тапарнасум», диктионариум по этику Маниера, фрагмент, который вы видите на экране, значится в каталоге в библиотеке Оргова, составной частью которого была библиотека Ломаносова. Сопоставление соответствующих замен, произведенных Ломаносовым со словарем Маниера, следующую картинку. Сопоставление замен, произведенных Ломаносовым со словарем Маниера, устанавливает непосредственное соответствие для, по меньшей мере, третья из подобных замен. Таким образом, можно уверенно говорить, что одной из особенностей радорского стиля Ломаносова является использование закрепленной школьной традицией модели копия Верборума, что заставляет особенно внимательно относиться к таким показателям лексики его художественных сочинений, как сочетаемость, синонимические ряды, включая фразеологические обороты, и их соотнесенность с латинской школьной традицией конца XVII-начала XVIII века. Можно надеяться, что исследования в этой области позволят наглядно показать значимость латинской образованности для развития языка русской поэзии на протяжении всего XVIII века. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok